сегодня хорошая солнечная погода вот я вытащила свою рассаду на полив на улицу пускай ночь стоит под солнышком уже принимает настоящее солнце сейчас я буду пикировать свои вот эти томатики здесь у меня желтое оранжевое черное и не знаю сегодня вряд ли получится но нужно уже высаживать в открытый грунт смотрите какие прекрасные у меня попугайчик и тюльпанчик и такие прям настолько красивые яркие но вот солнце светит не могу снять хорошо вот видите тюльпаны уже начинают и отцветать там приехал морис я бы попросила купить мне наверное ничего не купил ё-моё я попросила купить эту сетку такую сейчас будем укреплять арку под розы не закрепляла розы специально боюсь упадет арка арка старая розы будут мощные ну вот сейчас я пойду покажу что он не привез у меня премьера идет не могу отойти от компьютера сегодня хорошая солнечная погода вот я вытащила свою рассаду наполив на улицу пускай ночь стоит под солнышком уже принимает настоящее солнце сейчас я буду пикировать свои вот эти томатики здесь у меня желтое оранжевое черное и не знаю сегодня вряд ли получится но нужно уже высаживать в открытый грунт вот у меня космеи ноготки настурция у меня пойдет в горшки на подвесочку вот несколько из бархатцев и здесь вот девочки смотрите цене я вообще не взошла либо ее съела улитка как только вылез росточек но он еще две лезет в принципе четыре я не знаю но я подсею еще потому что цене я хочу много причем вокруг дома и вот здесь вот видите вот у меня только три цукини и в эти три горшочка я сейчас распекирую томатики ночи земле пропадать как говорится поэтому я беру за работу сегодня буду вытаскивать надо перетащить вот эти большие горшки с лавандой они у нас будут до осени стоять в этих горшках пускай разрастаются они цвести будут хочу перенести вперед туда к дому и потихонечку сегодня буду выносить свои пеларгонии несмотря на то что пыльца у нас не закончилась видите еще какие желтые вот желтые вот эти шишки то есть еще не сбросили не сошла вся пыльца но уже им здесь очень жарко в теплице то есть тоже буду выносить все может быть и не вынесу сегодня если только морис мне поможет но потому что там у меня есть пару горшков которые нужно разделить короче все начинаю девочки работать работать и посмотрите какая красота как горят тюльпанчики на солнышке такие яркие красивые прям картина маслом опять мне миги видите накопала в ей пахнет это вот удобрение обед этой биологической она мне делает ямы под розами она меня замучила уже если честно люблю конечно свою собаку но не надо трогать мой сад потому что и так здесь хватает проблем забот и хлопот еще она со своим носом везде лезет посмотрите какая красотень смотрите видите какие дыры что она там ищет она мне так вон и дилиси мы пополомает травы выскочила вообще я вам не могу рассказать надо одновременно и пропалывать и красивые тюльпашечки такие где тут розочка будет открываться надо мне посмотреть ее имя это было мне как-то в подарок в одной посылке по-моему это мияновская роза и она у меня уже года четыре сидит на этом месте и никогда не цвела один там цветочек дохленький вылез однажды а в этом году смотрите аж четыре бутона дает ну дай бог дай бог здесь тоже надо прополоть вот это гранд вид короче потихонечку здесь вот у меня полезет травяной пион тоже нужно вот он уже лезет вот он уже видите вот уже красные росточки уже надо травку убрать здесь розочки мои много здесь очень много получилось роз здесь и колокольчик этот двухцветник забивают мне мои розы поэтому что-то мне нужно убирать надо найти место посадить куда-то а вот здесь вот эти розы которые я вот просто тыкала палочкой вот они они принялись собственно корневые привет меня зовут алла вы у меня находитесь в огороде в саду огороде в провансе прошу прощения за мой рабочий вид вот я сейчас буду распикировать мои помидорчики томатики вот если кто-то не знает как это делается может быть кто-то делать по-другому я покажу как это делаю я вот поэтому оставайтесь со мной сейчас посмотрите что получится вот мне морис мой муж купил сетку вот такую она конечно широковатая но он говорит что не было уже видите такое большое звено ну ладно все равно это лучше чем ничего и мы будем ей укреплять вот этот мой мою арку ажурную у меня здесь вот две растут розы молодых плюс клематисы плюс там вот немножко жасмин с другой стороны у меня тоже есть одна плетистая роза и мы сейчас и и на тянем полностью по периметру оставим только мне там внизу проход чтобы могла войти вовнутрь и там вырывать травы и так далее покажу как это будет и только после этого я начну подвязывать свои розы потому что они уже начинают идти куда хотят а мне это не нравится здесь у меня сидит роза очень старая очень колючая очень такая скверная по характеру потому что у нее достаточно жесткой плети вы знаете она у меня сидела я не знаю откуда она взялась это еще роза может быть от морис или его родителей короче я на нее смотела смотела несколько лет я думаю что она плетистая и я ее вот сюда вот посмотрите улаживаю тоже на тоннель с этой стороны там сделаем сетку эту рабио цель как она там называется чтобы не было ее каким-то образом тоже закрепить и тогда она пойдет у нас на тоннель и одну из плетей я пускаю на елку тоже я это видела захочет расти пускай растет нет ну это ее проблема и вот здесь вот девочки у меня сидит розочка это вот земфира земфира д которая без колючек и который может расти в тенистом месте я покупала специально чтобы пустить на елку вы знаете она у меня сидит уже третий год здесь один раз она цвела там один цветочков результаты очень плохие но вот посмотрите в этом году она все-таки поднимается вот на эту опору и потом я все-таки надеюсь если она поднимется я ее запущу немножко туда на елочку и здесь у нее из земли растут новые плети что меня очень радует здесь посмотрите как бушует моя плетистая грантвит которую я обрезала этой весной потому что но она была очень себя больная посмотрите как ей хорошо и она даже вон у нее бутоны есть она цвести будет представляете поэтому конечно здесь у меня поднимается жасмин жасмин я хочу пустить вот сюда на крышу а по верху будет идти роза ну посмотрим что из этого получится это мой эксперимент вот полно бутонов везде я вчера прошла еще раз обрезала слепые побеги здесь мне нужно закрепить посмотрите сейчас покажу пока поднимаюсь так это у меня пьердурон сарт вот если помните я его по весне очень сильно сильно обрезала буквально там оставила три три ветви основных и в этом году у меня будет удаляться еще одна старая ветвь плеть вот и вот она хорошо тоже она вон набутонилась вся будут цветочки и здесь вот видите у меня клеватис голубой мне нужно будет его еще тоже я уже одну веточку чуть-чуть уложила подвязала я боюсь что мне сломает его ветра потому что видите арка из того что розы были очень сильно обрезаны она в этом году вся у меня пустая и вот здесь на клумбе я жду конечно конца апреля потому что мы поедем на день открытых дверей к зятю моего мужа и там я возьму таких цветочков фонтанчиков и вот где у меня вот будут пустые места это я все до сажу может быть еще найду на на рвусь на их и на целью если будет хина цель я возьму еще два-три как говорится цветочка уже с хорошим корнем с хорошей корневой чтобы запомнить тоже пространство потому что их и на цель настолько благородный цветок цветет очень долго красивый и к тому же еще и лечебный ну таким образом пьер рансард посмотрите новый пьер рансард тоже все его никак не подвяжу но вот он уже хорошо хорошо смотрите даже есть бутончик и вот только мы его посадили в этом феврале представляете вот есть бутончик ну и слава богу значит ему здесь хорошо мы полностью здесь у меня сидел старый пьер рансард который у меня погиб прошлой весной ни с того ни с сего так кто тут у меня летает какие-то осы непонятно кто мы полностью заменили землю заменили мешок который там был в по бокам что который предохраняет чтобы земля через а как бы вот эти щели между досками не уходило все полностью заменили и послушайте смотрите сколько у него бутонов первый год сидит он будет меня отвести под 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 у тебя мой дорогой так здесь у меня мия дина я ее тоже весна после первого цветения прошлым летом очень сильно обрезала практически всю хорошо нарастает теперь тоже нужно уже посмотреть как мне правильно закрепить получше а я пришла за селфи-палкой потому что я сейчас пойду респектировать в свои томаты ну вот видите как я хожу а кто-то у меня спит усталый после гостей тоже вот мы же сегодня все в это в четыре часа вскрутились отвадили олесию диму все девчонки короче новостей из сада будет очень много каждый день поэтому ждите новостей ждите премьер я буду стараться делать вам конечно премьеры потому что я смотрю что с премьерами у меня лучше идет и подписка и от и активность на канале лучше и как пройти мимо этой шикарной камере ну вот как мимо нее пройти скажите не остановиться это же невозможно правда же вот а иду чего хочу показать вот красавец мой клён японский и девочки хочу пожаловаться одновременно вчера рука дрогнула смотри еще она как бы не очень высохшая ветку но по-моему она мертвая посмотрите здесь так вот здесь вот такая же но вот она дает листочки поэтому я не стал ее сильно это трогать еще там у меня посмотрите мертвые веточки вот они видны ну я и вот смотрите вот они там мертвые там где-то листочки идут поэтому я еще немножечко дам им времени может быть какие-то веточки просыпаются попозже не знаю все удобрения даны что такое вот здесь вот например видите тоже веточка непонятно не проснулась а так конечно посмотрите какой красавец на ветерке так вообще просто аж горит весь вот а здесь моя боли донежи которые просыпаются тоже надо мне каким-то образом его немножко обрезать потому что нет смысла он идет на мимозу на мимозу мы не обрежем если его сможем надо мне сможем посоветоваться потому что мимоза она очень хорошо видеть она так ветку дает в эту сторону она нас и от дороги закрывает и конечно когда цветет то но нет слов это очень красиво смотрите какие прекрасные у меня попугайчик и тюльпанчик и такие прям настолько красивые яркие но вот солнце светит не могу снять хорошо вот видите тюльпаны уже начинают отцветать очень быстро цветает конечно жалко я пришла вот я тут подвязывала жасмин в прошлый раз пришла забыла забрать свою проволочку послушайте вот видите здесь вот жасмин как он выдает свои цветочки а у меня чудо большой жасмин в этом на большой арке на туннеле не дает этих цветочков меня это очень сильно волнует роже поехал на работу наш брат я у него забрала помидорки буду сейчас распекировать здесь вон я вижу розы тоже одни слепые листочки а что ж такое чего ж мой тот жасмин видите здесь смотрите везде он они молодые побегают они-то и будут цвести а я я начинаю переживать они вон с каждой за пазухи должны вылазить пойду еще рассмотреть розы прям жируют послушайте столько я вот хорошо подрезала этого мешку мать эти прям такие молодые побеги я их даже еще не могу подвязать они вообще мягкие боюсь сломать здесь тоже у меня фиолетовый клематис вон тоже хорошо пошел здесь вон тюльпанчики ой тюльпанчики и рисы обо что говорю фортиния скоро будет цвести вот-вот ну короче все идет своим чередом только меня волнует даже вот здесь вот этот вот жасмин видите вот он везде уже выпустил новые побеги а на арке что-то он у меня там а здесь вот молодые так вообще посмотрите впереди планеты всей да одни переживания с этими растениями сейчас да хотите как красиво клематис можно сказать что пустые ветки цветут я хожу подвязываю розы послушайте а мой кореон тут мне такие песни поют решила вам снять так он замолчал ну-ка давай спой нам давай 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 вот такая вот вам музыка живая и никаких авторских прав нужно запатенцировать молодцы пошли дальше работать ну и вот я подвязала тоже мою миядину это тоже роза мияна плетистая тоже будут хорошо цвести после обрезки ну перчик вообще молодец молодец там тоже все хорошо потихонечку и вот мы сделаем когда укрепим эту арку я подвяжу от своего сезара и и как же ее зовут там господи у нее двойное имя девочки на русском вы ее знаете под другим именем вот она алхабра алхамбра вот тоже видите она мне куда ушла но я не трогаю не подвязываю потому что ну надо закреплять уже как говорится не намертво но как положено вот здесь у меня бременские музыканты молодцы посмотрите вон какие-то у нас бяки уже ползают уже паразиты пошли вот клематис тоже идет здесь жасмина очень-очень ароматный я из него завариваю чай и ну в принципе в принципе послушайте потихоньку порядочек и вот я еще нашла одну эхинацею в таком она неудобном месте у меня сидела посмотрите я ее прям просто с большим и как бы куском земли перевалила посадила между двумя розами ну девочки все замечательно потихонечку все заполняется это моя блэк баккара вчера я ее стригла и все-таки я наверное выдерну этот укроп и он не успеет рассеяться потому что ну что он мне он мешает розе уже зараза вот здесь тоже все замечательно полно бутонов все будет свести прекрасно прекрасно там вот смотрите видите вы сейчас вот на солнышке она видно ветка клематиса вот этого моего огромного плетистого будет свести тоже классно ну и вот с этой стороны гляньте тоже на это видите как хорошо как красиво у нас ветерок сегодня море сдрыхнет я делаю в сто пятьдесят семь дел которые нужно срочно сделать и вот здесь вот у меня леонардо да винчи тоже каким-то образом мне нужно придумать ему опору вот здесь вот тоже веточку эту закрепить ну что-нибудь придумаю все пошла в теплицу там спит моя собакевич она устала от гостей слушается мари спит дома это здесь пришла сама улеглась я и дверь не закрываю она видит что я туда-сюда хожу и спокойненько себе дрыхнет своей спальне ну и молодец моя девочка умничка здесь у меня нарезан шалфи и это карри это приправа карри даже не знаю что я буду с ним делать еще не придумала полезу в интернет я начала чистить вот здесь уголок здесь у меня вот девичий виноград он мертвый то есть это тоже все нужно вырезать вычистить и здесь у меня смотрите огромный шалфи старинный старый-старый куст я его весь вырежу оставлю только молодые там побеги вычищу все подцеплю земельки и будут у меня опять заново и карри тоже я весь обрежу чтобы он начинал расти заново компакт компактным кустиком вот а там девочки вот это вот у меня кто-то спрашивал вот они голландские рисы и я их в саду не сажу них очень мощная корневая система и в мягкой земле они разойдутся размножиться потом другим цветам не будет места так на этом а реклер ну что бутоны конечно есть но маловато тоже он я вижу мертвые ветки надо убирать может быть по осени я ее чикану на уровне крыши вот этого нашего туалета на улице посмотрим надо надо будет немножко тоже ее обновить потому что вон вся цветет вверху и ну не очень класс не очень хорошо хотя вот это вот ветка будет свести вон сколько бутонов есть не знаю видно вам не видно вот ведь вот мой прекрасный климатис послушайте ранний и каким образом него уложить вот эти веточки ближе туда к елке тоже нужно прийти покопаться чуть-чуть и каким-то образом закрепить потому что ну видно ему у елки темно он тянется к свету что естественно видите кто-то его мне уже съел тут ну а здесь у меня чиппендейл и розочка без названия и она быстрее всего теплистая плетистая но я ее формирую под под куст ох дела дела ой посмотрите посмотрите друзья мои что это что это а это у меня пионы зацветают боже мой какая красота может быть уже теперь дождей не было а то как только пионы цветут сразу дожди идут смотрите какой красавчик ах ты какой красавчик у нас молодцы так камера не хочет фокусировать а надо бы мало конечно очень мало бутонов не знаю может быть у кого-то есть какой-то опыт как обновить омолодить этот пион древесный девочки честно не знаю и я его немножечко чищу конечно но ему уже тоже мои ему лет 10 наверное там уже такое древко такое скажем так не очень красивая и очень такое такое ну для не крепкая я бы сказала поэтому вот так вот сейчас у нас будет неделя а то и две цветущих пионов ах какая красота ну и вот моя айвочка красотулечка наша цвети моя хорошая цвети ох какие мороженые красота красота так а это посмотрите видите уже какая-то бяка залезла в бутон гляньте сейчас я ее достану перчатками ну вот видите как он выел это был такой типа майского жука представляете какая зараза все здесь уже конечно цветочка не будет и фрукты тоже не будет ага значит это мне сигнал что я должна проверять цветочки айвы тоже значит они вкусненькие значит и мне розы надо ну здесь вот пчелка сидит пускай сидит она мне не мешает она мне не мешает а надо проверять мои розы потому что розы мои сейчас начнут свистеть тоже этой бяки будет полно красавчики ой а здесь будет тоже цвести будет красотень красотень так все друзья сейчас я пойду буду вам показывать как я пикирую томаты уже полдня прошло я то розы подвязываю то что еще что но сейчас очень жарко может быть я время просто тянут ну и вот здесь вот я этот частиц или как он там называется заячьи ушки здесь я буду откапывать себе и высаживать на большую круглую клумбу там впереди дома так я вытащила все пеларгонии из теплицы сейчас мне морис отвезет вот это уже на террасу и потом остальные я их все подлила посмотрите какие симпатюшки уже переростки такие жирюги поэтому их срочно нужно и немножко может быть где-то даже подрежу может быть что-то еще и так она называется расчеренкую очень большие жируют я их даже не кормила представляете хорошо как им было в теплице ну и все и мы сейчас пойдем заниматься закреплять будем арку для роз ну давайте давайте возищили так одна тележка поехала так миги должна обязательно помочь а как же без нее вот я и опять видите помидоры сейчас не распекирую пойдем укреплять арку так вторая тележка пошла как и красиво вот перевезли мои пеларгоши послушайте сейчас я должна буду продумать как мне их поставить потому что раз раньше здесь у меня была такая как бы возвышенность я их ставила в два ряда одни выше одни ниже а теперь то мы сделали клумбу и место как бы не очень осталось а горшки все большие как бы цветочки все большие поэтому надо мне придумать здесь что-то не знаю что вот одну пеларгоши которую я вот недавно совсем пикировала видите ампельную она прекрасно взялась даже у нее уже бутончик и вот она будет у меня здесь в арке таким фонтанчиком разрастаться я ее поставила вон на пустой горшок вот уберу оттуда гвоздику девочка посмотрите какая прекрасная шикарная гвоздика ну вообще обалденная просто просто обалденная здесь тоже еще вот это посмотрите пеларгония ну мне слушайте солнца еще много потому что шелковица еще не выпустила свои ветки тоже это вот та что я пикировала своим методом осенью когда было много сомнений посмотрите она вся будет свистеть она причем белая вот сюда тоже ампельную я поставила ну короче работы много ну вот я освободила все мои растения вот я их вытащила сюда вперед сейчас мы положим туда эту сетку с внутренней стороны и потом я уже буду подвязывать распределять как мне нужно потому что конечно этот бардак такой это вообще ну вот посмотрите как хорошо получилось сейчас мне вот марис он там ой собачка помогает наша собачка наша мигуся помогает девочка розочки будем подвязывать да наша помощница вот видите все вот этого сеточка она теперь как бы не даст так шевелиться нашей арки но она послушайте 10 лет она там чуть на ладан дышит он видите он все уже поперечные штучки все упали то есть он еще не паскану на ригарда сели и нам друзей и здесь и климатис здесь и розы и послушайте и здесь вот я сверху сейчас вам покажу вот тоже добавила кусочек и потом вот и короче представляете теперь мне теперь какой простор могу куда захочу туда привяжу вот жасминчик мой здесь вот пожалуйста можно пустить чтобы он смешивался потом с розочкой тоже будет красиво там он розичку я закрепила сверху ну короче послушайте прям хорошая у меня голова такая светлая оказалась чего сразу так не сделай ну тем не менее еще на какое-то время хватит вот такие дела мои хорошие так что я сейчас привяжу розы и потом пойду же в теплицу нас уже начинает становиться холодно здесь я вот так вот так вот сейчас вот так вот засуну видите она у меня такой арочкой будет это как же она у меня называется это по-моему это нет это не лагуна лагуну мы принесли туда курятнику это как же она называется найду я потом буду когда уже розы начнут цвести я найду все эти как говорится ценники то что есть во всяком случае то что не помню и все вам покажу так смотрите практически с высоты птичьего полет показываю вам свой сад огород останется только зарастить вот эту вот арку теперь вы видите как растения пропадают и все надо обновлять если не обновить то ничего не получится вот такие дела так что поехали буду привязывать розочки значит розы девочки девочки мальчики бременские музыканты тоже какой-то счета она это идет так в сторону да такой кустище послушайте огромный значит розы плетистые до раскладываем плети под 45 градусов вот вот то что вот внизу у нас есть распределяем минимум под 45 градусов и потом по и веточки которые уже как бы второго дочка когда они отрастут тогда будем дальше привязываться как нам хочется но вообще розу ее можно укладывать вообще вот укладывать вот так вот вот так вот вот спиралькой вот и закончился мой первый рабочий день после того как уехали гости друзья друзья девочки мальчики я наверно сегодня на четверенька поползу домой вот видели что у меня на голове всякие там букашки какие-то там цветочки что-то на меня сыпалась поэтому я вам сегодня не показываюсь помидоры я не распекировала это будет на завтра работы я приготовила только горшочки вытащили все пеларгонии часть пеларгонии поставили пока вон там в уголочек а у меня там и будет несколько горшков стоять мне нужно еще туда и землю подсыпать и я еще не принял решение куда что пойдет и там у нас в данный момент жарко мы будем натягивать такой тент между вот этой крышей и как вы называют печкой до пиццы и тогда им будет хорошо еще жарковато еще и здесь посмотрите я подвязала розочки свои но вот этот вот как и называется раубица сетка раубица немножечко идет травка после дождей дожди еще нужны здесь тоже вот леонардо да венчи я немножечко упорядковала поставила здесь две пеларгоши что я еще сегодня сделала с этой стороны тоже вот распределила розочки чтобы они поднимались вверх короче сделала много такой работы который вот как бы и не видно но и делать нужно здесь посмотрите скоро у нас будут свести куча куча ирисов такие красивые ирисы у меня все дикие одного вида есть у меня в уголочке там голубой ирис а это кто у нас ну посмотрите сегодня я уже рвала травы уже полно травы посмотрите как елочка дает новые бутоны красотулечка и конечно эти снова в этом баке но мы в земле посадить не можем к сожалению вот поэтому вот так вот выглядит мой сад и сейчас пойдем за домом покажу что я еще сделала здесь у нас тюльпанчики тоже зацветают короче зеленеет зеленеет конечно эти два дня с дождиком нам очень 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 помогли а это посмотрите какая будет белая пеларгония шикарная девчонки полно всякой дряни уже ползает надо обрабатывать надо обрабатывать опять вот так не хочется я потерплю на ли не буду обрабатывать потому что цветет яблонька и айва вот они отцветут и я обработаю от вредителей потому что я же не могу сейчас обрабатывать пчелки летают вот такие вот дела мои хорошие пойдем сейчас ходим за дом я покажу там что я сделала такое маленькое и на этом будет влог сегодняшний закончен здесь тоже надо брать видеть вот это все от свершие отцвевшие у приму надо тоже убирать но не буду я рвать руками надо взять секатор здесь посмотрите вот я обрезала верхушке у фуксии она должна немножечко распушиться он такая уже посмотрите какая красавица розовенькая вот ее бы хорошо вон туда на мою клумбу клумбу там все у меня в розовом цвете но ей нельзя на солнце поэтому здесь горшки сегодня стоят просто так завтра первым делом я распикирую томаты и потом я уже буду здесь мечтать размечтать что-то делать каким-то образом расставлять эти горшки потому что пеларгония не переносит солнце а теневой уголочек у меня практически в данный момент только здесь поэтому наверное пойдут горшки вдоль стеночки надо будет подобрать по размеру надо вымыть все эти тарелки которые эти поддоны принести поставить чтобы не текло это ничего на террасу вот это вот пеларгония у меня здесь два сорта видите сидит я наверное так и оставлю а вот это будет цвести такими тоненькими красненькими цветочками но не в том конечно с розовой но зато и листочкой очень хорошо сочетаются дальше что я хотела показать надо поднимать мой этот салоном надо подвязывать тоже вот сегодня подвязывал розы завтра возможно возможно займусь этими думаю что этот вот чабрец его нужно будет отсюда пересадить он нарастает хорошо может быть под грозом вот здесь фуксия моя еще не думает цвести надо может быть подкормить хотя он уже видите завязываются бутоны здесь начинает быть красота тоже мне кажется что я не подкармливала этот цветочек надо будет подкормить мне его служи мы ведь тесновато и тоже надо обобрать смотрите какая красота и вот такие букеты смешанные я покупаю каждый год когда мы ездим на день открытых дверей к нико и пах что-то похожее будет с разными цветочками сидеть вот в этом горшке в горошек эту цинию я уберу я пересажу в горшок куда-нибудь поставлю в тень главное ее поднимать потому что это зимний цветок сейчас она конечно шикарная слов нет но потом а она начнет засыпать и я этот горшок занимают такими мелкими цветочками смешанными такое знаете такое веселенькое всегда у меня здесь что-то есть и и по большому счету девочки в этом году останутся у меня я еще посею такие смеси цветочков на пустые места и все и больше я не буду ничего делать потому что нужно немножечко и отдыхать и пользоваться тем что у тебя красивый сад а не для того чтобы стоять и пятой точкой все время к солнышку и только полоть поливать и так далее а здесь посмотрите вон всем он желтый так у меня тень плохо падает так смотрите как здесь хорошо ирисы смотрится красавчики красавчики я вот боюсь чтобы они мне кусты эти корни не не задавили потому что ирисы очень сильно конечно разрастаются у них такой корень как тросы поэтому тоже надо следить чтобы убили мою загореть зеленую вот там уже вверху посмотрите лес лесом получился так заканчиваем заканчиваем влог здесь вы уже все видели все знаете на розах полно бутонов все будет цвести здесь я буду все чистить все эти как это клевера все это будет убираться только вот сейчас вот тюльпаны у меня цветут потому что я хочу в этом году по большой части тюльпаны выкопать и что-нибудь ну как бы землю подсыпать и все такое немножечко поменять подсадила я посмотрите подсадила я здесь вот эту лаванду она какая-то странная какого-то серого цвета получилось как подсыхающая и начала вырывать немножечко пропалывать но недостаточно дождей корней много остается в земле поэтому я вырвала только то что вырывается в среду вроде бы будут дожди и я тогда еще буду полоть потому что у нас без смоченной земли без дождей вообще все корни остаются там и только еще больше потом все ползет вот конце дня тюльпаны вообще совсем другие шикарные но девочки сейчас сезон тюльпанов поэтому будете будете смотреть еще тюльпаны пока не цветут так здесь у нас наш пион шикардючий молодец и я почистила немножечко а морис уже забрал ведро вот вокруг вот этого оливкового дерева я почистила сорную траву посмотрите у меня в сорной траве было сколько ноготков вот они сами по себе здесь рассеиваются и мужу нарвала вот это вот дикий лук порей вот он смотрите он его любит он его отваривает каким-то образом и кушает там или с яичницей или просто так вот я не ем я не люблю вот такие вот дела мои хорошие поэтому заканчиваем заканчиваем сегодня иначе завтра будет ничего показывать что я вам тогда завтра покажу так что пока пока с вами была ваша провансалочка французская безу-безу и до очень скорой встречи на моем канале подпиши подпишитесь поставьте лайк и не забудьте ухты посмотрите как выглядит дикий лук порей вот малис его сейчас возьмут и съесть соусом не бета французским а я не могу даже попробовать ну у каждого свои трети как бы при чуде девчонки начался мой сезон прям вот в сезон сезон потому что я сейчас буду делать очень много травяных чаев на французском языке это называется для тизаны и смотрите я сейчас сходила в сад и нарвала то что у меня было так я шпарила чайничек свой чайничек мусье и сейчас я туда буду складывать смотрите у меня здесь посмотрите цветущий тимьян то есть цветущий дикий чабрец закладываем дальше у меня веточка маленькая розмарина дальше у меня веточка базилика попробуйте кто не пробовал чай с базиликом я вот просто вам рекомендую это обалденно так что здесь у меня это у меня веточка и сопа и соп дальше это у меня такой как бы чабрец а я не знаю это не лимонный чабрец но во всяком случае это одна из разновидностей чабреца он такой как бы не плетистый но такой вот он не спадающий дальше у меня наросло новой мяты обычная мята не перечная перечная у меня что еще не наросла посмотрите шалфей я шалфей вчера срезала что-то я конечно верхушечкой замочу ой засушу остальное выброшу вот мы все тут листочки остались мяты тот базилик вот что вот я вот помыла и соп и так далее вот и заливаем не кипятком вот у меня сейчас вот вода на чайник и стоит 98 град 97 градусов этого вполне достаточно сейчас и залью и посмотрите какая красота запах сейчас пойдет вообще на бездом я не добавляю ничего я иногда добавляю чуть-чуть черного чая там для цвета сегодня не буду добавлять ничего потому что я еще не завтракана ой не ужинала говорю бы что поэтому он еще он уже успеет настояться чуть-чуть я много налила сейчас я отолью в чашечку но там еще знаете там еще много пространства пока она поможет травочек зайдет какая красота сейчас капелечку и от они уже сразу себе в кружечку вот под такой чай хочется какую-нибудь красивую такую шикарную чашку я вот себе себе еще ищу большую чашку у меня у меня есть чашка но это как бы не то чтобы не хоть чуть-чуть отолью за проют матрицу вот он уже и зеленый видите вот и валя всем всем желаю здоровья хорошие мои спокойной ночи всем посмотрите какая красота алла ла 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 как же это здорово 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 Очень красиво. Всем сладких снов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова